11.06 в Кирове на 101FM. Дневной разворот. Сегодня в студии Владимир Сметанин. И Юлия Афанасьевна. Добрый день. Приветствуем всех. Сегодня вторник, 20 июня. Лето продолжается, но как такового лета почему-то нет. Лето продолжается, но не у нас. Не у нас. Грядет, кстати, уже конец июня. И традиционно, ежегодно, в последние воскресенья, в последние выходные, вернее, первого летнего месяца отмечается День молодежи. И мы о Дне молодежи сегодня поговорим во втором части нашей программы. Широкое празднование у нас запланировано уже в ближайшие выходные. Ты знаешь, Юля, наверное, мне немножко грустно будет говорить о праздновании Дня молодежи, потому что в этом году мне исполнился тот самый год, когда я уже вышел за пределы. Мне кажется, что это все-таки состояние души, а не цифра в паспорте. Во втором части, да, у нас будет много гостей, в том числе и по телефону поговорим, и обо всем вам расскажем, чтобы вы смогли непосредственно участие в праздновании этой даты принять. Ну, а в первом части мы хотим поднять тему, которую, я думаю, что многим интересно, в первую очередь молодым родителям, к которым мы с Юлей, собственно, и относимся. Относимся, да, у нас. Сколько твоему сыну? Три с половиной года. Три с половиной. Мы ему 3,8. Это старшему. Ну, чуть-чуть, да, старшему, да, старшему, 3,8. И, как, наверное, многие родители, мы задумываемся о том, а как же, собственно, человека маленького развивать не только в духовном, в умственном плане, но и в физическом. Да, Эд? Да, разумеется. И вот мы сегодня решили поговорить и про физическое развитие наших детей, и про бизнес. Бизнес на детях, мы так для себя сформулировали эту тему. Я, как молодая мама, заметила, что мне своего ребенка в его три с половиной года очень сложно куда-то пристроить заниматься серьезным настоящим спортом. То есть я сейчас говорю не про два прихлопа-три притопа, а действительно про системные тренировки, где есть тренер, где ребенку будут прививать дисциплину, и которые смогут дальше в перспективе вылиться, ну, действительно, в настоящее занятие спортом. И вот это не только моя боль, как мамы. Мне кажется, это еще бизнес-ниша, и эту бизнес-нишу нащупали наши сегодняшние гости, которые находятся сегодня в нашей студии. Да, давай представим наших гостей. Это Максим Кочкин, руководитель футбольной школы «Юниор». Максим, добрый день. Добрый день. Добрый день, да. И Дмитрий Примаков, руководитель и главный тренер школы «Беговелов» «Стрейдерскол Киров», тренер юниорской сборной по сноуборду. Дмитрий, добрый день. Добрый день. Ну, я хочу все-таки для начала в целом описать, да, ситуацию с занятием спортом. Именно дошколят в нашем городе. Мы вчера договорились на звонок с Надеждой Юрьевной Анисимовой. Это начальник управления по делам молодежи физической культуры и спорта администрации Кирова. Сейчас наш редактор как раз-таки ее набирает. Мы хотим задать вопросы, собственно, с какого возраста у нас можно профессионально, ну, не то чтобы профессионально, а так на регулярной основе, да, спортом заниматься. Какие есть секции, какие клубы существуют. Вы, кстати, куда-то ходите, занимаетесь ребенком. Да, мы занимаемся футболом. Футболом. Да. Сам пожелал. У Максима. Сам пожелал. Нет, на самом деле не сам пожелал. Мы действительно искали, куда можно его отдать. Рассматривали разные варианты танцы, рассматривали плавание. Ну, в танцах нам отказали. Нам сказали, что вы еще ребята малы, приходите к нам в следующем году. Насчет плавания это можно было сделать, но с родителями, конечно же, в таком... Младшая группа с мамочкой. С мамочкой, да. Либо с мамочкой, либо с папочкой. Но это находится в Дымке на другом конце нашего города, в юго-западе, куда надо добираться по вечерам через пробки. Ой, пардон, да, Быстриса, Дымка это ледовый дворец. Соответственно, из-за этого мы отказались от плавания, но продолжали искать какие-то настоящие занятия спортом для ребенка. Ну, нам, кстати, когда исполнилось два года, мы в Быстрицу немножко походили. Немножко походили, раз в неделю с мамочкой в ту самую группу. Нам очень-очень, ну, ребенку, вернее, очень-очень нравилось. Но потом наступила зима, и педиатр нам сказал, вы лучше пока повремените. Посидите, ребята, дома. Да, не дай бог, простудитесь, заболеете. К тому же еще врач-гастроэнтеролог нам тоже порекомендовал прекратить пока занятия, потому что у нас некоторые там есть нюансы с пищеварением. Водички, мол, нахлебается. Лучше-лучше пока оставьте. Вот. Хочу спросить, да, у наших гостей, пока мы Надежду Анисимову набираем. Да, пока набираем. Да. Максим, Дмитрий, на ваш взгляд, вы все-таки вертитесь в этой сфере? Насколько остро у нас в городе стоит проблема именно с занятием спортом самых маленьких ребят? Девчонок, мальчишек, Максим? Мне кажется, что вот с недавнего времени многие стали понимать, что детей действительно надо развивать, ну, лет как раз-таки с трех. До трех лет сложно что-то найти ребенку, наверное, даже и не стоит это что-то искать. Потому что его надо сначала воспитать и дисциплину ему привить. Мы сейчас стараемся набирать с трех лет, может быть, с трех до четырех лет это такой период жизни у ребенка, когда ему все интересно. И, возможно, он иногда не слушается, но мы стараемся вот как раз-таки воспитывать в них дисциплину в первую очередь. Порой многие говорят родителям, что мы как аниматоры работаем с данным возрастом. Это возможно так, потому что в форме игры с ними как раз-таки ты находишь общий язык. В форме игры ты им объясняешь ассоциациями, что сейчас мы там пойдем туда-то, туда-то и погрузимся в какую-то атмосферу. Только с помощью этого мы как раз-таки с ними и физически работаем, то есть они повторяют за тренером. Они начинают слушать тебя. И вот со временем, уже после четырех лет, этот вот как раз-таки период времени очень важен, чтобы они тебя начали слушать и уважать как тренера. В городе, мне кажется, сейчас именно такой период времени, когда все понимают, что с детьми надо работать раньше, потому что чем раньше он выберет свое направление, значит он раньше и дальше будет этим заниматься. Потому что, например, раньше теннисом занимались с семи лет, а если сейчас дети уйдут с трех-четырех лет в футбол или в другие направления, большим, большим. Сейчас с четырех, вот я недавно узнала. Да, а раньше было с семи лет. И теперь получается, что в большой теннис многие не могут прийти, во-первых, потому что уже выбрали другое направление, во-вторых, из-за финансовой стороны возможных тенниса. И поэтому сейчас многие ищут направление, ну то есть как можно раньше ребенка развивать. С четырех лет начался теннис большой, теперь тренировки. Они, возможно, проходят тоже как иногда аниматорские, то есть мячик подкидывают. С ними больше работают физически. И мы стараемся тоже сначала работать пока в первую очередь именно над физикой и над дисциплиной. Уже с четырех лет действительно занятия идут более профессиональные. Дети начинают работать с мячом уже как настоящие футболисты, по крайней мере у нас. И для них это сложно, мы их поддерживаем, подбадриваем. И родители сами видят, что с каждым годом у них занятия все сложнее и они это быстро схватывают. Вот Дмитрия тоже хотели спросить. Вы как тренер, как молодой предприниматель чувствуете некий вакуум на спортивные услуги для малышей в городе? Да, да, да. Именно вот с чего, собственно говоря, и началось все развитие нашей школы. То есть, ну как в наш век цифровых технологий, то есть большинство родителей все сидят в гаджетах, в телефонах. Дети на это смотрят, они тоже самое перенимают эту, как сказать, привычку. Мы в семье не сидим, мы осторожно очень к этому. Был когда-то период, когда да, там раз, два, три в неделю, но сейчас как-то мы забыли об этом гаджете и все. И слава богу. Мой ребенок спрашивает, когда пойдем с мамой на бокс. На бокс? Да. Смотреть? Ну, мама, драться, ребенок смотреть. Что, есть уже надобность кому-то сдать, видаватель? Так, подожди, мы не обо мне, мы перебили, Дмитрий. Вот, и я считаю, что чем раньше ребенок начинает видеть спорт, начинает, ну, даже не спорт в чистом виде, а какую-то физическую активность, физическое движение постоянное. Ему в этом плане будет гораздо проще в дальнейшем уже развиваться. То есть непосредственно наша школа, она предлагает услуги по, ну, как прививанию, так сказать, спорта. Это именно можно ставить на беговел с полутора лет. То есть техника позволяет с полутора лет уже начать потихоньку садить ребенка на беговел. То есть понятно, ему будет очень сложно, потому что нет навыков равновесия, нет навыков баланса. Ему это будет сложно. Но также вот я согласен с Максимом, что для вот этого возраста занятия проходят в виде, так сказать, некоего шоу. То есть через игру, через какие-то такие мини-задания, мини-конкурсы, еще что-то, ребенок начинает потихоньку-потихоньку двигаться. Пусть сначала он будет таскать этот беговел с собой, просто держа его за руль. Вот, но потихоньку, помаленьку они начинают садиться, начинают уже отталкиваться ногами и начинается движение. Годам к трем уже навыки баланса, они более-менее переходят в такую стадию, когда можно работать с этим ребенком дальше. Ребенок начинает слышать тренера. Вот до трех лет все-таки занятия проходят больше с родителями, то есть родители помогают, советуют. Ну, просто двухлетнему ребенку сложно понять, что от него хочет дяденька со свистком, который... Дмитрий, прошу прощения, перед тем, как сделать небольшую паузу, давайте поясним все-таки тем, кто впервые услышал это слово диковинное. Беговел, что это такое? Да-да-да. Ну, на самом деле беговел, он как бы прародитель велосипеда в целом, потому что еще в 18 веке изобретали велосипед без педалей. То есть, грубо говоря, это велосипед без педалей. От обычного велосипеда он отличается тем, что у него нет, ну, грубо говоря, привода. То есть, привод в данном случае выступает... Привод — это две ноги. Да, две ноги, ноги человека, ноги ребенка. Сколько колес? Два или три? Два колеса. Два колеса. То есть, ребенок сидит и перебирает ножками. Да-да-да. Трехколесные велосипеды и четырехколесные велосипеды — это, ну, на мой взгляд, это больше вред ребенку, нежели польза, потому что ребенку надо научиться балансировать. Если подставить дополнительные колеса, у ребенка просто вот нет вот этой грани, как сказать, зоны комфорта. То есть, он не понимает, где он едет, а где падает. Да, где он едет, а где его держат колеса. И поэтому баланс в этом случае очень сложно нащупать. То есть, вы не рекомендуете покупать ребенку вот этот маленький велосипед еще с поддерживающими колесиками? Да-да-да, я не рекомендую в данном случае, потому что пусть ребенок чем раньше, тем лучше, он быстрее научится балансировать гораздо. То есть, вот у меня сейчас занимается ребенок, ему два года девять месяцев, он уже на нем катается полноценно, он отталкивается ногами, ставит ножки на подножки. Сейчас мы осваиваем уже какие-то трамплинчики, горки, съезды с горок, ну и подводим потихоньку к изучению трюков. Трюки? На беговеле можно делать трюки? Да, легко. Можно прыгать, можно показывать ласточку, вставать на сиденье. То есть, ну тут фантазии только ограничено. Вот, Володя, как богат мир детского спорта. Да уж, а вообще, откуда это явление-то взялось? Ну, в нашем городе. Изначально беговел вообще изобрели, ну как, не изобрели, а адаптировали. И вот адаптировал отец. То есть, в Америке был такой предприниматель Райан Макфарланд, он сыну купил трехколесный велосипед, четырехколесный велосипед. Но маленький сын, он не мог просто передвигаться, это было очень тяжело ему. И, ну, просто отец, он сам мотоциклист в прошлом, велосипедист, мотоциклист, он смотрел на это, на все, и понял, что надо что-то менять. И попросту начал убирать с велосипеда все ненужные детали. Он отпиливал, ну, снимал цепи, педали, все, и постепенно опускал геометрию рамы. Постепенно вот он изобрел вот именно вот этот прототип беговела Strider, который сейчас распространен во всем мире полностью. То есть это такая международная школа, международная программа обучения. И вот до настоящего времени, то есть как сейчас вот мы видим вот этот беговел Strider, в принципе, вот все развитие было. Так, делаем поводу небольшую, да? Да, нам нужно прерваться на небольшой перерыв. Продолжим. Продолжается дневной разворот с Юлией Афанасьевым. И Владимиром Сметанином. Да, мы разговариваем сегодня про детский спорт, куда, собственно, своего маленького ребенка, двух, трех, четырех, нет, все-таки трех, да, четырехлетнего, пятилетнего отдать. Вот мы уже выяснили, что в футбол можно поиграть, можно... Про детский спорт и про бизнес на этом. Да, кстати, у нас есть опрос, давай озвучим. Так. Ты не видишь опрос? Я не вижу опрос. Очень простой опрос, на сайте хакирова.ру и на нашей странице ВКонтакте можно голосовать. Мои дети дошкольного возраста, или же, если у вас нет детей, но есть дети у ваших родственников, близких друзей, они занимаются спортом или не занимаются спортом? На странице ВКонтакте 56% занимаются спортом и на сайте хакирова.ру процент занимающихся побольше, 80 с лишним. Вот так вот. А по вашим оценкам, насколько сейчас вот детишки вовлечены все-таки в спорт в нашем городе? Родители стараются как можно быстрее дать ребенка, потому что, во-первых, это ограниченное количество мест во многих секциях. И, во-вторых, родители уже сами хотят на себя время тратить, поэтому многие приводят ребенка и уходят на час заниматься своими делами какими-то. Ну, это достаточно такой актуальный вопрос поиска секций для ребенка трех лет. А вы, когда стартовали, Максим, к вам прямо вот сразу пошли родители или какое-то время прошло все-таки? Даже вот до сих пор у нас самый массовый такой, скажем, возраст — это три года, потому что родители ищут варианты для своего ребенка. Например, возраст постарше — 5-6 лет — уже большинство родителей определились, чем занимается ребенок. Но некоторые, конечно, могут менять свои секции. Когда мы начинали, трехлетних было, наверное, процентов 80 от всего потока. Ну, слушайте, давайте правде в глаза смотреть. У нас в городе не единственная футбольная секция для детей, но в другие, например, вот с 4-5 берут. То есть говорят, вы подождите годик и приходите, а с 3-х нет. Многие секции другие не готовы работать с детьми, как с ними надо, так скажем, сюсюкаться, возюкаться. Ну вот да, с такими малышами, да. Надо их воспитывать. Многие хотят это оставить на плечах родителям, чтобы родители его воспитали к 4 годам и в 4 года уже... Без лишних проблем тут можно было заниматься. Мы делаем как? Мы ребенка с 3-х лет берем, мы понимаем всю эту, так скажем, тяжесть, работу, какая она сложная. Но тем не менее у нас тренеры, когда занимаются, они понимают, они любят ребенка. У нас такое правило первое, это любить детей и футбол. И когда они занимаются, они понимают, что да, может быть сложно, да, ребенок не всегда может слушать. Но вот в этом-то и интерес для тренера найти метод и способ общения с ребенком, найти путь к его сердцу, так скажем, чтобы заинтересовать его, заниматься футболом. А существует какая-то официальная методика, утвержденная, признанная именно занятием футболом именно с такими маленькими детками? У нас своя методика, по которой мы занимаемся. Методика составлена специалистами прокатегорий, то есть там это тренеры Герасимец. Я так понимаю, вообще она международная, у вас же франшиза. Да, франшиза, школа уже открывается в Китае, она открылась в Индонезии, есть в Испании. То есть во многих уже мировых, так скажем, городах школа появляется. И по России уже открыто 372 школы, это около 200, где-то 200 городов. И методика работы с малышами. Методика, да, она передается, но она не просто так дается, что вот вы, ребята, берите методику и работаете по ней. Дается всегда некое обучение, дается возможность креативить тренеру, потому что есть определенные методы, и ты можешь сам додумывать, придумывать, что-то делать. И также у нас обучение проходит для тренеров. То есть есть какая-то определенная база, все, что дальше, это уже твое дело, ты должен этим заниматься, думать, как это лучше реализовать, как лучше, например, одно упражнение сделать для ребенка, другое. И методика, она в основном включает конспекты, объяснения, то есть вебинары с различными психологами, они подсказывают, какому ребенку, например, лучше найти подход, как общаться с родителями, со многими, что объяснять родителям. То есть методика, она не только направлена на какие-то там физические упражнения, она направлена на в целом общение со всеми, кто окружает тренера. Определенное внимание уделяется, чтобы тренер общался с родителями обязательно, потому что многие родители думают, что в три года они привели в секцию, значит, все, у них ребенок сейчас на второе занятие должен бежать, пинать мяч и забивать гол. Если у него это не получается или он не хочет, они винят либо тренера, либо ребенка. Это немножечко, не немножечко, а это неправильно, да, потому что ребенку надо привыкнуть, у всех разный уровень адаптации. Кому-то надо пять минут, кто-то у нас месяц ревет на занятиях, через месяц приходит, как новый человек и начинает заниматься. У всех это по-разному, то есть есть дети, которые уже ходили в садик, им гораздо проще начинать занятия. Есть дети, которые не ходили в садик, они приходят и думают, мама, мама, куда ты меня привела? А дома их спрашивают, ты пойдешь на футбол? Да, я хочу футбол, я хочу бегать, забивать голы. Приводят слезы и мы никуда не пойдем. Это еще проблема все-таки, да, адаптации в коллективе, социализации. Да, буквально месяц и ребенок начинает понимать, что от него хотят, он начинает заниматься. У некоторых родителей не хватает терпения. У кого-то хватает и потом говорят, спасибо вам огромное. Мы не думали, что там результат будет настолько быстрый. Мы, например, с детьми постарше, через два месяца уже поехали на турнир в Йошкар-Лу. Мы понимали, что мы едем не побеждать. Мы едем детям, во-первых, учим детей и побеждать, и проигрывать. Мы едем с детьми показать, насколько интересен этот мир футбола, насколько интересно играть с другими детьми, ездить, путешествовать. Дети были просто в восторге от того, как мы съездили. И самое интересное, что мы даже сумели выиграть несколько матчей. И от каждого гола просто все пищали, родители поддерживали, кричали, голос все сорвали. Это было действительно очень здорово. Какой возраст еще раз? Мы ездили с пятилетними. С пятилетними. Вот, извините, Максим, я вас прерву. Я, Дмитрия, хотела спросить, как вы выбирали себе вот этот вид спорта, с которым хотите стартовать? Потому что, насколько я понимаю, свой бизнес открыли вы всего месяц назад. Да, мы достаточно молодая компания на этом рынке. Ну, как выбирали? То есть, изначально стартануло что? То есть, я хотел своего сына, которому сейчас год и девять, я хотел посадить его на велосипед. То есть, ну, как бы, естественное... А в чем проблема? Взяли, посадили. Оказалось, что не так все просто. Придерживали. Даже для тренера юниорской сборной по сноуборду. Тут просто нюанс какой, то есть, я могу учить других детей, но к своему ребенку все равно подход другой. Там уже начинаешь... Ну, это просто как проблема отцов и детей, то есть, небольшая... Ну, другие дети воспринимают вас как тренера, а ваш ребенок воспринимает вас как папу. Он меня воспринимает как папу, с которым можно поиграть, там можно не послушаться, можно еще что-то. Ну, соответственно, я не могу на него то же самое давить, допустим, как-то или воздействовать. Ну, я надеюсь, что просто он посмотрит на других детей и со временем тоже заинтересуется и сядет. Вот. Основная ниша была вот эта. То есть, к чему, собственно говоря, подводит беговел? Беговел подводит к тому, что ребенок, ну, ближе к четырем, к пяти годам, он уже без проблем пересаживается на двухколесный велосипед. То есть, как оказалось, для многих родителей это проблема научить ребенка кататься именно на двухколесном велосипеде. Именно совместить момент балансирования с моментом кручения педалей. То есть, тут ребенку очень сложно понять вот эти, именно в совокупности этих двух действий. И, соответственно, ну, вот я решил, ну, в некотором роде помочь родителям посадить ребенка на двухколесный велосипед. А такой момент, что беговелом можно заниматься с раннего возраста, это вы учитывали или это уже вот потом пришло это понимание? Нет, я, конечно, учитывал, я знал, чем я хочу заниматься. Вот. Я также согласен с Максимом, что, да, родители сейчас ищут, куда бы отдать детей, именно маленьких детей, потому что ко мне приводят в основном детишек, ну, средний возраст детей, где-то два с половиной года. Ну, вот. Приходит вот самый младший у меня сейчас в моей команде, это один и десять. Ему один год, десять месяцев. Вот. Это абсолютно потрясающе, потому что он с таким важным видом вышагивал с этим беговелом, что мы просто вот все родители, все, ну, все наблюдатели, скажем так, я, мы, ну, просто вот я не мог сдержать улыбку, честно. А велика ли команда? Ну, команду мы сейчас формируем. На данный момент у нас около 20 детей ходят на постоянное, более-менее постоянно. Из этих детей, соответственно, ну, я сейчас на данный момент провожу отбор, то есть там будет команда ПРО, основной состав и начальный уровень, то есть самая базовая подготовка. Вот. Соответственно, с командой ПРО у нас отдельный тренировочный процесс. Вот. С основным составом мы учим какие-то, ну, более-менее среднего уровня движения. Вот. И начальный уровень, соответственно, первые шаги, то есть тут тоже родители, ну, родители понимают, куда они отдают, что на самом деле сложно и ребенку сложно. Они в чем-то помогают, но встречаются родители, которые думают, что этот ребенок у них пришел в секцию, и все, он должен там поехать. Ну, то же самое, как у Максима, то есть бежать и забивать гол, то есть у меня должен, соответственно, сесть и на третье занятие уже бегать по залу. А беговелла – это вообще такая долгоиграющая история? Вот можно начать заниматься и бесконечно там до взрослых каких-то, до взрослого возраста? Ну, нет, все равно. Или это подготовка для чего-то, для перехода? Это подготовка для перехода на велосипед. На велосипед, да. То есть в дальнейшем, ну, сейчас вот мы ведем диалог с Велофедерацией, с нашей, с Кировской. То есть если… Велофедерация велосипедного спорта. Да, да, да. И Григорий Долгих. И еще там ребята из его команды, если они заинтересуются, если они откроют свою секцию для детей, то есть, ну, мои дети станут для них, как сказать, золотом. Вот. Также если… Ну, опять же, если захотят родители. Кадровый резерв такой. Вот, если захотят какой-то другой спорт, то мы, допустим, вот с 6-7 лет мы берем уже к себе на сноуборд детей. То есть, ну, то есть выбор, да, остается за родителями в дальнейшем, куда они захотят. Ну, то есть беговел – это по большому спорту такая спортивная подготовка либо для велосипеда, либо для любого другого вида спорта. Да, да, то есть дети учатся именно балансу, а сбалансированные, скоординированные дети, они в любом виде спорта, они себя найдут в дальнейшем. То есть, ну, вот так. Вот на этом я предлагаю прерваться на небольшую рекламу. Я хочу, да, все-таки напомнить, наш редактор не оставляет попыток набрать все-таки по телефону Надежду Анисимову, начальника управления по делам молодежи, физкультуре и спорта администрации Кирова. Но дело в том, что сегодня заседание Гордумы, Надежда Юрьевна на нем присутствует, и, возможно, сложности выйти с нами пообщаться. И не может пока выйти, да. Да, ну, реклама. Мы возвращаемся в эфир, обсуждаем мы сегодня детский спорт, как устроить ребенка в секцию, сколько это стоит, будет ли от этого польза и можно ли на этом заработать. Да, и у нас в гостях, еще раз напомним, Максим Кочкин, руководитель футбольной школы юниора, и Дмитрий Примаков, руководитель и главный тренер школы беговелов Страйдер, Скул Киров, тренер юниоровской сборной по сноуборду. Может, по сноуборду еще минутку, хотя бы две остановимся? Давайте остановимся. Вы сказали, Дмитрий, что с 7 лет. Да, с 6-7 лет этот возраст оптимален уже для сложных координационных видов спорта, потому что, ну, и для ребенка, допустим, уже сформированы кости таза, сформированы мышцы, сформированы связки уже полноценно. То есть ребенок уже может осваивать какое-то боковое равновесие, осваивать, ну, именно сложный координационный вид спорта. До этого возраста все-таки больше рекомендуется симметричные виды спорта, ну, допустим, лыжи, горные лыжи, бег, ну, такого плана. Вот. По сноуборду, да, мы набираем секции. Детишек у нас, в принципе, я бы сказал, достаточно сильная сейчас школа по сноуборду. Вот есть свои сложности, есть нюансы, вот. Но мы стараемся развивать и готовить именно кадровый резерв для будущих спортсменов. Но сноуборд – это сезонная вещь все-таки? Или круглогодично есть возможность как-то тренироваться? Да, это сезонная вещь, но… Летом бегают, наверное. Летом бегают, летом у нас скейт, лонборды. То есть, ну, сейчас мы запускаем программу подготовки, то есть конкретно я тренирую ребят из сборной. Ну, там им уже лет от 12 до 14, вот. Но юниорская сборная, то есть вот сейчас у нас запущена программа межсезонной подготовки. То есть ребята бегают, готовятся. Какая-то общефизическая подготовка? Общефизическая, есть специальные дисциплины, то есть лонгборд, слалом на лонгборде. То есть, ну, стараемся. Вот недавно мы на прошлой неделе привозили президента Федерации сноуборда России, главный тренер сборной. Он посмотрел на нас, оценил, как бы уровень подготовки, остался очень доволен. И, ну, как сказал, что приеду зимой, посмотрю ваших детей еще в деле, но на данный момент его все устроило, он уехал доволен. А вот знаете, если говорить все-таки про бизнес, да, мы же понимаем, что это и инструмент для зарабатывания денег в том числе. И можно к этому неоднозначно относиться, да, собственно. Ну, я имею в виду, что вот кто-то скажет, что нет, государство должно предоставлять нам все возможности для того, чтобы наши детишки занимались спортом, да? Ну, мы все понимаем, что мы живем в России, государство нам этих возможностей, ну, не предоставит, сами мы их себе предоставим. Максим, сколько детей всего занимается в вашей футбольной школе? Ориентировочно 150 сейчас детей. 150 детей. Должна быть база, должен быть инвентарь, нужно снимать помещение. Я хочу спросить вас про объем первоначальных вложений в бизнес. Первоначальное вложение у нас вышли порядка 400 тысяч рублей. То есть это именно паушальные взносы, там инвентарь. То есть это франшиза, да? Да, это франшиза. То есть первоначально это именно заключение договора с центральным офисом на предоставление методик доступа ко всем методикам личных кабинетов и прочее. Причем самое интересное, что франшиза юниора была в Кирове открыта в 2015 году, но человек исчез. Исчез, да, ну что-то видимо не получилось. Этот город вновь поставили на продажу, мы его приобрели и 400 тысяч вышли первоначальные затраты, но они не остановились на 400 тысячах. То есть продолжается постоянная покупка инвентаря, постоянно мы тратим средства на то, чтобы приобрести что-то, что-то портится со временем, надо обновить. То есть, ну, именно первоначальное вложение было 400 тысяч. А сколько уже работает школа ваша в Кирове? С 10 февраля, если точно вот быть. С 17 года? Да. То есть совсем-совсем еще ничего? Да, тоже. Ну вот буквально полугода еще нет. А вложения первоначальные окупились уже? Нет, первоначальные вложения еще не окупились. Я думаю, что окупятся не так скоро, потому что в первую очередь средства уходят и на аренды, и на зарплаты. То есть окупаемость есть, но она, я думаю, что в течение года примерно, может быть, еще будет окупать себя. Хорошо, у нас есть звонок на линию. Да, давайте подключим к нашему разговору профессионального спортсмена, профессионального руководителя в сфере спорта. Это Светлана Медведева, президент в настоящее время Федерации современного пятиборья Кировской области. Светлана Владиславовна, добрый день. Добрый день. Добрый день. Все прекрасно знаем, что вы всю жизнь в спорте и руководили, собственно, спортивной отраслью в нашей области. Вы знаете, вот сегодня мы говорим о спорте для самых-самых маленьких, для трехлетних, для четырехлетних. Вот как, на ваш взгляд, у нас в городе стоит проблема с тем, чтобы именно этот возраст приобщить к спортивной жизни? Ну, к счастью, в последнее время все больше и больше частный бизнес занимается развитием услуг для таких детей. А как вы к этому относитесь, кстати? Очень положительно. Точно знаю, что в фитнес-центре, в фэмили-клуб, есть такие возможности. Но и государственные школы тоже принимают детей такого возраста. А вот государственные школы, например, с трех лет куда принимают? Ну, три года можно записать в платные группы плавания, как в спорткомплекс Олимпийский на Ердяково-23, так и в бассейн Быстрицы. Кроме этого, для трехлетних есть группы художественной гимнастики, это спорткомплекс Факел, и это с дюшер номер один города Кирова. Думаю, что есть прием в акробатику, это тоже с дюшер номер один города Кирова. Ну, а с четырех-пяти лет уже многие школы принимают детей. Например, фигурное катание дымка, каратэ, Вятская школа Олимпийского резерва, на Ленинградской они. Ну, и, наверное, еще какие-то спортивные школы города Кирова. То есть, по большому-то счету, в общем, особой проблемы и нет? Ну, на мой взгляд, нет особой проблемы. Выборы есть у родителей, куда, собственно, отдать? Единственная проблема в том, что у нас не так много спортсооружений, которые хотели бы посещать огромное количество желающих, и поэтому в такие виды спорта, как плавание и фигурное катание, ну, всегда огромные очереди и всегда записываются в лист ожидания. И могут попасть далеко не все, да? Но я бы попросила родителей не сильно беспокоиться, потому что группы, наполненные такими маленькими детьми, они очень подвижные, и в течение ближайших месяца-двух после основной записи всегда появляются новые места. То есть, кто-то походил, попробовал свои силы, может, в силу каких-то причин, да, ушел. Кто-то понял, что рановато ребенку начинать в таком возрасте. Кстати, в плавании есть группы мать и дитя, собственно говоря, дети от рождения. На моей практике самый младший ребенок пришел с мамой в бассейн в возрасте полутора месяцев. Ну да, мы знаем, что в Быстрице есть такие группы. Мы, к сожалению, когда были в этом возрасте, мы, к сожалению, в этом возрасте не дошли. Почему? Кто-то вас остановил? Много других было задач. Понятно. Хорошо. Большое спасибо, Светлана Владиславовна, рада очень вас слышать. Спасибо за вашу профессиональный кариенторию. Это Светлана Медведева, президент Федерации современного пятиборья Кировской области, спортсмен, наш любимый и постоянный эксперт. Мастер спорта по плаванию. Мастер спорта по плаванию, да. Три минутки остается, четыре минутки остается, собственно, да. И у Максима, и у Дмитрия хочу спросить, расширяться, собственно, планируете? В планах есть. В планах есть. Есть даже желание строить именно спорткомплексы. Строить? Очень хотим. Вот вы сейчас закивали, да, на словах, Светлана Владиславовна, о том, что спортобъектов у нас беда просто. Очень не хватает. Поэтому я думаю, что мы будем искать, так скажем, людей, кто заинтересован в строительстве. Это разные виды спорта, чтобы строить какой-то большой спорткомплекс, но который поможет объединить, так скажем, разные виды спорта. Потому что одному это тяжело, совместными усилиями это, так скажем, попроще. Подождите, как это говорится у нас в последнее время, вы про инвесторы говорите? Инвесторы искать собираетесь? Нет, именно заинтересованных руководителей. Несколько частных спортивных школ объединятся в едином порыве. Да, да, да. Такой путь. Например, беговел и футбол, почему нет? Им нужен спортзал, нам нужен спортзал. Почему бы нет? Вот уже первый вариант. Например, в спортзалах часто распространено скалолазание. Есть у нас скалолазный центр «Тигра», по-моему, называется, тоже для детей от трех лет. Можно с ними пообщаться. Вариантов очень много. Я думаю, что заинтересованных в строительстве будет тоже много. Тем более, действительно, нехватка огромная в спорткомплексах. Можно и бассейн открыть там же. Тут все, конечно, убирается в средства. Максим, всем ваш оптимизм. Да, средства. Просто со строительством спортобъектов у нас в городе просто беда какая-то. То стены рухнут, то долгострой остановится. И все, в общем, как-то все невесело. Да, будем надеяться, Максим, что у вас это все-таки получится. Да, будем надеяться тоже. Так, Дмитрий, вы куда планируете развиваться? Ну, у нас поскольку... Поддерживайте предложение. Да, я всецело поддерживаю предложение, потому что я как бы сам являюсь как мультиспортсменом в некотором роде. То есть у нас несколько направлений деятельности. Но конкретно по беговелам, поскольку у нас занятия проходят для детей, то есть, конечно, специфика есть. И лучше всего, конечно, начинать азы изучения беговелов, велосипедного спорта именно с зала. То есть на улице, ну, именно как командного вида спорта, лучше с зала. На улице, конечно, мы планируем выходить. Но когда дети уже будут более-менее готовы, сбалансированы, когда уже появятся какие-то навыки. Да, но прежде всего зальные тренировки – это своего рода мощный концентратор внимания ребенка. Ну, и по большому счету, если сказать, то из зала им просто некуда деться. Поэтому они занимают проще. Ну, и в зале гораздо сложнее упасть, мне кажется. В зале сложнее упасть. В зале мы не подвержены капризам погоды. И, соответственно, тренировки у нас проходят круглый год. Планируются и зимние тренировки. Зимние тренировки на открытом воздухе обязательно будут. Потому что, ну, наши беговелы позволяют установить лыжи на колеса. И кататься зимой, хоть даже с небольших горок, но это будет интересно, зрелищно. Я думаю, что мы устроим обязательно соревнования. Этой зимой еще не пробовали? Нет. Этой зимы еще не было. Дима месяц назад стартовал. А, месяц назад, да. Но зимой, я думаю, что в рамках... Снегоката учатся. Да-да-да, такого снегоката на двух лыжах. В рамках проведения соревнований в Федерации сноуборда России, ну, в Кировской области, я думаю, что мы запустим и вот этот проект именно с лавом на беговеле. Я думаю, что и родителям, и детям это будет очень интересно. Ну, такая возможность имеется. По крайней мере, будем работать в этом направлении, будем развиваться. Ну, завершая, наверное, эфир, да, стоит сказать, что опрос ты хочешь подвести итоги, да? Да там ничего не изменилось, собственно, да. Ничего не изменилось в опросе. Большинство за то, что, да, занимаются дети спортом. Ну, да, собственно, просто я хотела сказать, что то, какими вырастут наши дети, там, зависит и от нас, и от того, насколько рано мы их будем приучать к дисциплине, к занятиям спортом. Понятно, что есть у нас государственные кружки, там, государственные учреждения, государственные секции, но, наверное, их не всегда, не всем хватает. И очень приятно, что частный бизнес тоже поддерживает именно развитие детского спорта, потому что гораздо больше шансов, что эти дети дальше вырастут в настоящих серьезных спортсменов, ну, или просто в здоровых людей, что тоже хорошо. Я думаю, задачу мы выполнили, да, первую половину разворотом, как-то вот описали, да, целиком, какие возможности у нас есть в городе, а возможности-то есть. И я думаю, что вот конкретные родители, конкретных детишек сегодня получили эту информацию и будут искать конкретные возможности для того, чтобы ребенок занимался спортом. Спасибо, Максим Кочкин, Дмитрий Примаков. У нас сейчас новости, тематические программы, и одни молодежи будем говорить, начнем, вернее, говорить ровно через 20 минут. Продолжение следует...